Девушки отдыхают Этот оффроуд тест начну с небольшого лирического отступления. Честно говоря, всегда считал, что Prada это младший из ленд-крузеров и в большей степени ориентирован на нормальные дороги. В то время как старшая модель, в роли которой выступает на сегодня 200-й, это настоящий вездеход. Но как оказалось, сие было правдой во времена 80-ки, когда Prada действительно получил независимую переднюю подвеску, пневму на задней оси, что выглядело действительно в некотором роде детским садом на фоне брутальной 80-ки с неразрезными мостами на обеих осях. Да и название Prada, ассоциировавшееся у меня в голове с известным брендом Prada, на самом деле не имеет никакого отношения к моде. В переводе с испанского Prado означает луг. В общем, луговая машинка. К чему я это? Да к тому, что некогда младший Prada стал на сегодня старшим в линейке ленд-крузеров в плане покорения бездорожья. Кто-то спросит, как так? Да ты чушь несешь! Но на деле так оно и есть. 200-й в текущем своем виде остался бесспорно крутым внедорожником, умеющим просто фантастически ползать для неподготовленной машины. А также именно его стоит рассматривать в качестве экспедиционника среди ленд-крузеров. Но вся проблема в том, что он, получив кучу электроники, типа крал контрола, позволяющего творить вот такие чудеса, за счет того, что тормозная система имитирует все блокировки и подтормаживает колеса поочередно согласно заданному алгоритму, а их несколько, песок, грязь, гравий и так далее. Но при этом 200-й лишился жестких блокировок. Точнее, у него осталась она всего одна. Это межосевая, в роли которой выступает муфта Торсон. В то время как Прада, обладая таким же внедорожным набором, до кучи может похвастаться еще и задней жесткой блокировкой. А также в плюсы Прада следует добавить куда более интересную геометрию и заднюю пневмоподвеску, позволяющую чуть задрать клиренс под заднюю осью в случае необходимости. Как итог, именно на Прада чувствуешь себя на бездорожье куда увереннее. Понимая, что даже если вдруг электроника где-то окажется бессильной, а для этого машину нужно реально загнать в лютые говны, то ты все равно знаешь, что можешь спокойно вырубить ее, включить все блокировки и в ручном режиме продолжить движение. Правда тут мы сталкиваемся с небольшой такой проблемой. Штатно Прада, как и 200-й, обуты в шоссейную резину, не умеющую грести. Но ряд владельцев, покупая крутой внедорожник, почему-то считают, что могут на такой резине съехать в раскисшее поле и покатавшись спокойно оттуда выбраться. Заканчивается подобное, как правило, походом за трактором, как это, скажем, случилось у нас в ходе теста 200-го, что, впрочем, тоже своего рода кайф. Тем не менее, привод Прада хоть и обладает гигантским потенциалом, все же на шоссейке переоценивать его не стоит. Вот банальный пример. Мы попробовали заехать в грязевую горку на нем и на нашем аутбеке. Оба автомобиля были на шоссейной зиме. Продолжение следует... Продолжение следует... А потом приехал Форд Рейнджер и унизил нас, взлетев туда же, не напрягаясь. А все потому, что обут был в хорошую АТ-шную резину. Обуй в такую Прадик, и это уже будет реальный вездеход, с которым без дополнительной подготовки сможет потягаться разве что Гелендваген за хреновый тон на миллионов или, в общем-то, кондовый Ранглер с Дефендером. Естественно, если их тоже переобуть в АТ-шку. Я туда на девятку заезу. Тоже мне джип. Не, ну тут два варианта. Либо это плохой джип, либо водитель-чайник. Зрители по-любому бы заехали. Попытка номер два. Ты понимаешь, чем выше я заезжаю, тем быстрее я ходу. Чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть. Ну как? Ты как-то сейчас очень рулем туда зачем-то забрал. Ну потому что я еду по прямой в эту горку. Я каждый раз так съезжал. Посмотри по следам. И еще такой момент. Таким небольшим недостатком Прада на бездорожье можно считать штатную защиту. Она не то чтобы плохая, но для каких-то серьезных покатушек не подходит. Так что, если планируете месить говны, то советуем ее заменить на что-то более серьезное. Но тут уже Прада Клуб вам в помощь. Там этот вопрос разжеван достаточно подробно. Что до водных процедур, то тут у Прада тоже все в полном порядке. Без установки шнуркеля машина способна преодолеть брод глубиной до 70 сантиметров. Ориентиром в данном случае может выступать верхний край правой передней колесной арки. Ведь воздухозаборник расположен прямо над колесом и скрыт от глаз под крылком. Кстати, перед проездом брода настоятельно рекомендуем сделать две вещи. Во-первых, снять передний номер. Искать вы его замучаетесь, даже если потеряете в небольшой луже. И лучше снимать вместе с рамкой, так как рамку может их разорвать. А во-вторых, хорошо бы иметь в багажнике болотники, чтобы пройти брод сначала пешком. Так как под водой может скрываться множество сюрпризов. Камни, строительный мусор, торчащая арматура и прочее. Как мы смогли проморгать эту покрышку, я до сих пор не понимаю. Ну и пара слов про мотор. Прада нам достался с трехлитровым турбодизелем. И по сути это оптимальный мотор для такой машины. Ибо дизель, в отличие от бензинового мотора, показывает вменяемый расход и в городе, и на трассе, и главное на бездорожье. В то время как бензиновые моторы на таких монстрах, особенно если речь о V6 или не дай бог V8, на бездорожье начинают в буквальном смысле слова дезинтегрировать бензин промышленных масштабов. Так что для внедорожника, даже если вы не планируете съезжать с асфальта никогда, брать только и исключительно дизель. И да, еще такой момент. Прада это тот автомобиль, купив который, стоит обязательно подробнейшим образом изучить инструкцию по внедорожной эксплуатации. Она толстая, но не изучив ее, вы рискуете столкнуться с тем, что тупо засадите машину в какой-нибудь луже и решите, ну что за фигня, почему она застряла, что это за внедорожник такой корявый. Хотя на самом деле корявым окажетесь именно вы, ибо стоит нажать пару кнопок, подсказать машине в каких она находится условиях, и электроника сама вытащит вас. В общем, не ленитесь и читайте. На этом у меня все, ставьте лайки, подписывайтесь, и конечно смотрите другие наши материалы. Недавно мы весьма зачетно погоняли на новом Subaru Outback, и конечно посмотрите на возможности малыша Jimny, который буквально покорил нас. Субтитры сделал DimaTorzok